Привет, друзья! Сегодня я хочу показать очень простой в исполнении декор, который сейчас очень пользуется спросом. Он очень легкий и визуально, и приготовить его очень просто. Также смотрится очень воздушно на тортике. Из него можно сделать разнообразные цветы. Можно сделать просто паруса на тортике, либо крылышки какие-то. В общем, полет вашей фантазии. У меня это был вот такой вот несложный тортик, выстроенный сбоку парусами вот такими невысокими. И для этого, собственно, мне понадобились рисовые листы, которые я купила в отделе для суши. Они продаются как для приготовления спринг-роллов, так как у меня небольшие паруса, поэтому я порезала каждый круг на три части. Можно использовать весь лист целиком. В посудину широкую наливаю водичку и добавляю немножечко красителя. Любой водорастворимый краситель сюда подойдет. Макаю этот листочек буквально на 3-5 секунд водичку и поднимаю. Даю водичке стечь и в руках немножечко его подержу буквально секунд 5-10, пока этот листочек не станет полностью мягким. И затем его можно будет уложить уже на силиконовый коврик для формирования. Посмотрите, как быстро этот листочек становится мягким. Он моментально вот разбухает немножечко и становится мягким. Теперь укладываю его на силиконовый коврик и буду придавать ему красивые складочки. Пускай он долго не лежит у вас на коврике, потому что он имеет свойство приставать, поэтому сразу начинаем формировать, так как вам удобно. Так как у меня паруса эти невысокие и они у меня будут стоять, я буду вкручивать сюда небольшую шпажку, на которую я буду ставить, собственно, свой парус. Поэтому небольшой кусочек шпажки я просто вставляю там, где мне нужно и прокручиваю, для того, чтобы полностью шпажку облепила рисовая бумага. Она потом хорошо приклеится и будет прекрасно держаться этой шпажке. Можно этого не делать и ставить, собственно, эти паруса сразу на крем. Затем, просто вы видите, я прищепками формировала разные рода изгибы на силиконовом коврике. Можно под них что-то подкладывать, полотенце, либо какие-то кусочки чего-то. И закрепляем прищепками и оставляем просто на ночь высохнуть. Либо можно, конечно, просушить в духовке при минимальной температуре, либо конвекции. Но проще всего оставить просто на ночь и они у вас вот так вот будут прекрасно отходить. Просыхают очень хорошо и быстро. Получаются вот такие вот объемные красивые паруса. Для того, чтобы еще больше придать им нежности и объема, я развела кандурин водкой. И теперь хочу все складочки пройтись слегка-слегка тоненько кандурином. Сверху ободочек сам сделать и вот эти складочки, которые мне хочется, они придают объема, когда с кандурином. Просто обхожусь по краю. Получаются вот такие вот очень простые и легкие воздушные паруса, которые можно выставлять на тортик. Если у вас крем либо ганаш, либо белковый заварной, либо масляный, вы можете ставить, не опасаясь размокания. Если у вас другой крем, лучше использовать ганаш для изоляции этих парусов. Либо использовать шпажки, как я. В общем, все не сложно, делается просто. А с вами, как всегда, друзья, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.